Книга «Открытым оком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 577. Может ли человек прожить в постоянном напряжении всю жизнь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Может быть, этот вопрос вызван тем, что я рассказывал о том, как за верующими гонялись в советские времена, и они жили в постоянной готовности быть арестованными, скрывались. Да, не просто это. Мне пришлось испытать на себе быть постоянно начеку, ждать стук шуриков в штатском, топтунов за окнами. Не смею утверждать, что духовное состояние было тогда хуже. Даже напротив, при потеплении обстановки расслабляется в душе и многое себе позволяешь, чего тогда и в мыслях не было. Один батюшка вспоминает, что когда его все же арестовали, он возблагодарил Бога и впервые спокойно заснул. Пример всех разведчиков. Как они могут практически по лезвию ножа идти годы и годы? Христос сказал, Евангелие от Матфея 10.16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи и просты, как голуби». Конец цитаты. Как овца может себя чувствовать, когда вокруг волчья стая? Верующие всегда должны быть в напряженном состоянии. 1 Петра 5.8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Верующий все время живет в страхе Божьем, чтобы не огорчить любимого Христа Иисуса. Для неверующего кажется это невозможным. Но они живут, зная и о всех болезнях в мире, о всех микробах, о криминальной обстановке. Тоже живут в напряжении ожидания взрыва дома, воровства, нападения. Но верующий в данном случае в бесконечном выигрыше, ибо он доверяет себя защите всемогущего, его покрову.